На телеканале Юганск новости. Здравствуйте. В студии Кристина Кочерова. И вначале коротко о главном в этом выпуске. Второй случай с начала года. Сегодня по улице Нефтяников сбили пешехода. День воинской славы России. В честь снятия блокады Ленинграда в Нефтьюганске прошли памятные встречи. Большое и маленькое сердце. Театр-студия эстрадного танца представил нефтьюганцам хореографический спектакль. Прямо на зебре. Сегодня в Нефтьюганске сбили пешехода. ДТП произошло на нерегулируемом переходе по улице Нефтяников. 28-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу возле магазина «Ксюша». ДТП произошло около 11 дня. Наезд совершил водитель «Лады Веста» 92-го года рождения. Судя по видеозаписи, ни пешеход, ни водитель не видели друг друга. В последний момент автолюбитель совершил попытку уйти от столкновения. Однако избежать происшествия не удалось. Девушка госпитализирована в травматологическое отделение. По словам врачей, состояние пострадавшее удовлетворительное. Отметим, это второй случай наезды на пешехода с начала года. Первый произошел по улице Ленина на прошлой неделе. За семь дней 220 тысяч рублей. Сразу три случая дистанционного мошенничества установлено на прошлой неделе. В полицию Нефтьюганска обратились жители, которых обманным путем лишили денежных средств. Один из случаев вновь касался телефонного мошенничества. 39-летней горожанке позвонил якобы банковский сотрудник. Для безопасности электронных данных женщину попросили установить на смартфон несколько приложений. В результате произошло списание 55 тысяч рублей. Еще два инцидента касались онлайн-покупок. Один мужчина хотел приобрести запчасти для своего автомобиля. Оплатил заказ на сумму 76 тысяч рублей. Однако посылки так и не дождался. В транспортной компании заверили, что никаких отправок не было. Другой нефтьюганец приобретал через интернет-сайт авиабилеты по маршруту Сургут-Симферополь. При оплате мужчине пришел код безопасности, который он ввел и лишился порядка 90 тысяч рублей. Сотрудники полиции рекомендуют жителям проверять сайты, через которые производятся покупки, и быть более бдительными. В нефтьюганске официально открылся год памяти и славы. У памятника в воину-освободителю собрались ветераны, школьники, представители общественности и городской власти. Подробнее в следующем сюжете. Когда началась война, Клара Конакова была еще совсем крохой. До Березовского района Югры немцы, как известно, не дошли. Но семья Клары Александровны хлебнула лихо по самый край. Мама, она до того работала много, и она простыла. И она в 45-м день победы, она умирает. Сейчас в городе живут 132 ветерана и труженика тыла Великой Отечественной. У каждого из них своя личная история о войне. Наша семья жила на Украине, в Черниевской области, в городе Нежино. С 41-го года по 43-й год мы находились в оккупации. Это был ад. Это страшная была жизнь. На площади перед вечным огнем собрались ветераны, общественники, школьники, кадеты. Со словами благодарности за победу к ветеранам обратился Сергей Дегтярев. Наши прадеды, деды стояли насмерть, зная прекрасно, что если они поддадутся этой коричневой чуме, то будущего у нашей страны нет. По словам помощника депутата окружной думы Владимира Семенова Александра Шехтмана, победа и спустя 75 лет по-прежнему объединяет народы России. Если мы сегодня говорим о необходимости сохранения памяти в этой войне, мы, значит, сегодня не потеряли совесть, не выжгли себе память о советском прошлом, не потеряли чувство локтя и справедливости за то, что наши деды совершили 75 лет назад. Юганцы возложили к вечному огню цветы. С этого момента можно считать, что год памяти и славы, год 75-летия победы начался до главных торжеств. 9 мая остается около 100 дней. Андрей Валикжанин, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Общественность «Нефтьюганска» отметила очередную годовщину окончательного снятия блокады Ленинграда. В честь этого дня в городе состоялась акция «Блокадный хлеб». К очередной годовщине снятия блокады Ленинграда нефтьюганские пекари выполнили необычный заказ. Порезали черный хлеб на 125-граммовые кусочки. Такова была блокадная пайка для жителей города на протяжении нескольких месяцев – зимы 1941-1942 годов. Сейчас этот кусочек выглядит намного больше, потому что в то время в хлеб добавляли и картон, и жмых, и опилки. Поэтому он был намного тяжелее, кусочек был в два, а то и в три раза меньше. Елизавета и Вячеслав блокадный паёк видели разве что на экране телевизора. Теперь смогли не только увидеть, но и подержать в руках. В современное время молодёжь не сможет выжить, питаясь с 25-ми граммами хлеба. Это очень сложно. 27 января исполнилось 76 лет со дня окончательного снятия блокады Ленинграда. За время осады города погибли более 600 тысяч человек. Большинство от голода. А кто выжил, всегда помнил 125-граммовый паёк. И нам не следует о нём забывать, считают организаторы акции. Андрей Валикжанин, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Симфония мужества. Архив «Нефтеюганска» запустил серию встреч школьников с участниками и свидетелями Великой Отечественной войны. Сегодня состоялся диалог учеников 4-й Кадетской с бывшей жительницей блокадного города Ениной Михайловной Гайдук. Урок памяти посетила и наша съёмочная группа. Енина Михайловна сейчас – это единственная жительница блокадного Ленинграда в нашем городе. Когда началась оккупация, ей было всего 8 лет. Но объявления войны и бомбёжки отчётливо сохранились в памяти по сей день. А этот хлеб выглядел ужасно. Он мало того, что выглядел, так он вообще был почти несъедобный. Но всё равно, всё равно он как-то поддерживал силы. Он состоял не только из муки. Туда добавляли всё, что можно, чтобы экономить муку. Муки-то осталось мало, склады разбили. Город Сицелов стал на защиту, говорит Енина Михайловна. Трудиться на благо победы решили все, даже дети. Не пугали блокадников и устрашающие записки фашистов, которые они подкидывали людям, чтобы сломить их дух. Продолжали учиться, продолжали помогать взрослое население. Всё работало, несмотря ни на ночь, ни на день, ни на усталость. Все работали на заводах, производили станки, оружие, боеприпасы. На встречу с Ениной Гайдук пригласили пятиклассников к детской школе. А Великой Отечественной ребята знают пока немного. Но благодаря таким встречам их знания пополняются. Немцы подло поступили, а вот город героически поступил. Рассказ Енины Михайловны произвёл на ребят неизгладимое впечатление. А Екатерину Вергасову особенно тронула судьба маленьких жителей блокадного города, которые встали в один ряд со взрослыми на защиту своего Ленинграда. Запало в душу то, как героически поступали люди во время блокады. И я просто не могу понять, как можно было настолько, допустим, даже детям обычным работать, помогать в 8-10 лет, как вот сказала сегодняшняя гостья. Отметим, уроки памяти в городском музее будут продолжаться и дальше. На встречах ждут целые классы школ нефтеюганска. Своими воспоминаниями с ребятами поделятся ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Кристина Кочерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Не всё можно увидеть глазами. Главным культурным событием выходных стал хореографический спектакль «Большое маленькое сердце» по мотивам сказки «Маленький принц». Театр-студия эстрадного танца подготовил его к своему 30-летию и хотел донести своей постановкой главную мысль – зорко лишь сердце. Пространство «Жемчужины Югры» позволило создать масштабы вселенной сказки «Маленький принц». Поверили даже сами актёры. Когда мы танцевали звёздочки, мне казалось, что когда мы летаем в конце, мне казалось, что они падают на землю. Пустыня, сатрос, встреча с лисом – каждую мысль экзупери театр-студии современного танца передавал хореографическими образами. Вот мир взрослых, которые никак не могут найти себя. А вот планета «Маленького принца», который живёт, радуясь каждому закату, и единственной розе, за которую он в ответе. Исполнитель роли «Маленький принц» Артём Гумеров прочитал сказку несколько раз и всю постановку танцевал главную мысль. Главное всё то, что мы не видим глазами. Зорко лишь сердце. 70 участников – музыка, свет, костюмы, сценические эффекты. Постановщик и режиссёр Ирина Степанова захотела и смогла повернуть внимание нефтьюганцев от повседневности к звёздам. Если после этого вечера вы посмотрите на небо, вы услышите смех «Маленького принца». Спектаклем театр-студия отмечает свой 30-летний юбилей. Ирину Степанову наградили от главы и Думы города, а также окружного и областного парламента. Десятки букетов и аплодисменты сотен зрителей завершили вечер. Если бы, наверное, не было таких людей в нашем городе, наверное, было бы, наверное, очень скучно. Самое главное – очень творчески. Может быть, не всё было понятно, но даже когда непонятно, но интересно, это уже хорошо. Я сама спортсменка – это огромная пластика. Это до души дотрагивает прям. Очень прикольно, очень красиво. Наша телерадиокомпания сняла полную версию спектакля «Большое маленькое сердце». Смотрите в среду на нашем канале сразу после вечернего выпуска новостей. Наталья Платонова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Нефтьюганск отпраздновал День студента. В центре города состоялся танцевальный флешмоб, посвященный покровительнице, учащейся молодёжи, святой Татьяне. Воспользовавшись случаем, наш корреспондент задал ребятам несколько вопросов. Движ на площади возле фонтана состоялся несмотря на мороз. А может быть, наоборот, благодаря ему молодёжь не стояла столбом, а двигалась, как заведённая. В Татьянин день в центре города собрались около полусотни шкалеров. По большей части даже не студентов настоящих, а будущих и прошлых. Мы собирались с ребятами. Бывало сначала в группе, а потом могли сходить в пиццерию. Как бы студенты были небогатые. Среди нынешних школьников, желающих погрызть гранит науки, хватает. Зачем это делать? Всё очень просто. Это более высшая планка в учёбе, и можно будет потом на работу поступить. Работа будет лучше, и пенсия тоже. Надо заботиться о будущем. Студентам быть весело или трудно? Кто учился в ВУЗе, знает ответ на этот вопрос. Тем, кому всё это ещё предстоит, опираются на опыт старших товарищей. У меня вот сама сестра студент, первый курс. Ей достаточно тяжело. Она даже спрашивала, как варить курицу. Просто всё вылетает из головы. И связывается с родителями, чтобы узнать, как, что правильно сделать. Почему российские студенты считают своей покровительницей святую Татьяну? И уже не первую сотню лет отмечают День студента именно 25 января. Вопрос, что называется на засыпку. Вот сейчас так задумался, и теперь приду домой и точно знаю, что вот так. Надо сесть и узнать, почему. Окей, Гугл. Окей, Гугл, да. Всем любознательным Гугл подскажет. 25 января 1755 года – день основания Московского университета. Первого в России. Понятно, почему российские студенты так почитают святую Татьяну. Андрей Валикжан, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». На этом всё. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23-77-47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.